Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин и это шестнадцатый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вышла Cinema 4D R23. Maxon представили обзорное видео на новые функции Cinema 4D R23. Расскажем некоторые из них. Данная версия в основном направлена на усовершенствование процесса анимации. Добавили менеджер пост персонажей, причем не только для тела, но и для лица. Внедрили новые предустановки для рига, если подробнее, то внесли новый лицевой риг персонажа, который позволяет создавать реалистичные деформации геометрии лица. Новая для C4D система Delta MASH сглаживает созданные деформации на поверхности, при этом сохраняя детали модели. То есть этот деформатор используют для исправления артефактов в местах сгибания. Представили новый солвер, позволяющий иерархично организовать риг персонажа по частям тела. Еще создали новую установку, поддерживающую деформацию сжатия, растяжение и масштабирование частей тела. Также с помощью инструмента Motion Transfer можно будет перевести существующие анимации, как с ключевыми кадрами, так и с захватом движения. От одного персонажа к другому с разными пропорциями, при условии, что они имеют общие части тела. Улучшили временную шкалу, добавили автоматическое определение ключевых кадров и команд. Состоялась первая демонстрация нодовой системы Project Neutron. А также теперь Cinema 4D позволяет импортировать и экспортировать USD-файлы, которые считаются универсальными для обмена контентом среди CGI-специалистов. Использование USD-файлов позволяет организовать любое количество ресурсов сцены, передавать их из приложения в приложение и редактировать их без угрозы потери данных с помощью единого согласованного API. О понятии, что такое API, расскажем позже. Также R23 переняла и модернизировала возможности редактирования UV, представленные в S22. Теперь пользователи могут отображать UV-развертки нескольких объектов в сцене в редакторе и автоматически упаковывать их в одну целостную UV. Также в инструментарии UV завезли поддержку привязки точек, и еще появилась новая опция для выравнивания UV по краям. Добавили новую систему Remesh-генератор для автоматизированной ретопологии. Этот инструмент преобразует модели с высоким разрешением в лоу-поле. Восстановили связь GoZ в ZBrush и новую архитектуру ядра с поддержкой Metal в системах Mac OS. Повысили производительность просчета форматов OPG, FBX и USD. Обновили Python 2 до Python 3, и многие пользователи обеспокоены, что плагины и скрипты не будут поддерживаться на новых версиях. И это действительно так. Сторонние инструменты должны провести апгрейд. В открытом доступе появилась демо-версия Redshift 3.0.28. Эта версия содержит плагины для Maya, 3ds Max, SoftImage, C4D, Houdini и Katana. Она бесплатная, и у нее нет ограничений по времени. Демо полностью идентично полной версии, только имеет водяные знаки. Ну что ж, а теперь о ценах Mac OS. Новая годовая и ежемесячная подписка на все продукты Maxon, а именно Cinema 4D R23, Red Giant, Redshift, Cineversity, Team Render будут в одном универсальном пакете Maxon One. Если сравнить с обычными подписками, где Cinema 4D идет вместе с Redshift, то в этот же пакет входят и Cineversity, и Team Render. Получается, что в Maxon One добавили лишь Red Giant. Ну и посмотрим на стоимость. Сейчас обычная подписка Cinema 4D плюс Redshift на один месяц стоит 11 328 рублей, а Maxon One 15 140 рублей. Если брать подписку на один год, то за обычный пакет придется вложить 91 388 рублей, а вот за Maxon One почти 120 000 рублей. Ну что, будем переплачивать за Red Giant, которым большинство не пользуются? А может быть пользуются? Напиши в комментариях. И еще немного о финансах компании. Maxon получили 200 000 долларов от Epic Games. Денежные средства были выданы в рамках Epic Mega Grand. Грант будет направлен на усиление интеграции рабочего процесса между Unreal Engine и Cinema 4D. Как сообщает Maxon, они намереваются сделать Cinema 4D лучшим инструментом для создания контента для Unreal. Ожидаем чего-то большего, чем плагин DataSmith. Lightmap выпускает обновление HDR Light Studio Xenon Drop 1. Напомним, что с помощью HDR Light Studio можно имитировать реальное освещение, создав HDR, основанное на различных профессиональных источниках света и самих HDR. Из нововведений это усовершенствовали API, или программный интерфейс приложения, который послужит лучшему взаимодействию между программами. Вот как раз поддержка Blender и является первым соединением, которое использует преимущество API. Пользователи Blender могут в реальном времени осуществлять настройку освещения HDRI, создавать блики и отражения с помощью системы Light Paint, и при этом результаты будут отражаться сразу же во вьюпорте Blender. Также внесли новые функции для Octane и 3ds Max. Подробности по ссылочке в описании. Microsoft решила бороться с дезинформацией и объявила о запуске нового инструмента Microsoft Video Authenticator, способного идентифицировать дипфейки, то есть видеоролики, дезинформирующие пользователей и созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Для обнаружения отличительных признаков программа проводит анализ видео или изображения, и согласно выводам искусственного интеллекта на выходе предоставляет оценку достоверности в процентном соотношении. Видеоаутентификатор обнаруживает границу наложения дипфейка и тонких элементов выцветания или оттенков серого, которые человеческий глаз может не обнаружить. Программа была создана с использованием общедоступного набора данных от Face Forensic++ и протестирована на наборе данных дипфейков. Для убедительности своих намерений Microsoft предоставляет статистику по анализу ситуаций, связанных с различными компаниями, порочащими известных личностей и какие-либо убеждения общественности. В то же время они сообщают, что их наработки являются частью программы Microsoft Defending Democracy Program, которая способствует защите политических компаний, проводимых перед предстоящими выборами в США. Вышло шестое обновление Blender 2.83 LTS, которая добавляет поддержку SteamVR. Теперь такие устройства как Valve Index и HTC Vive должны работать в Blender с использованием последней версии SteamVR, ну с поддержкой OpenXR. На данный момент работает только на Windows, ну и для пользователей AMD. У вас работа с VR поддерживаться не будет, ну из-за отсутствия совместимости с OpenGL DirectX. Библиотека надстроек Marmozet Toolbug недавно обновилась. Добавили плагин AutoMA для настройки материалов. Основной функцией является сортировка текстур в соответствии с шейдерами материалов и их именами, а также выбранным пресетом. Это могут быть стандарт PBR, Unity, Unreal и так далее. Еще внесли RGB Mask Shader. Они используют каналы RGB для формирования маски, с помощью которой можно управлять цветом, интенсивностью канала и другими свойствами. Подробности в описании. АТОИ анонсировала экспериментальный Octane 2020.2. Эта версия поддерживает новую архитектуру NVIDIA Ampere. Теперь Octane использует аппаратное ускорение RTX для оценки шейдеров, которые ранее использовались только для CUDA ядер. Технология RTX позволила увеличить производительность процесса рендеринга. Новая функция в Nested D-Electric позволяет точно моделировать IOR и улучшать реализм зеркальных отражений. Ну и проводит точный расчет границ раздела между поверхностями. Отметим, что создание реалистичного пузыря приравнивается к IOR 1.0, и вот при 1.3 мы уже увидим жидкость. Кроме этого, можно управлять приоритетом наложения поверхностей. Также АТОИ произвели интеграцию инструментов, способных обрабатывать множественное количество произвольных элементов Vector Scatter, Volume Scatter и Surface Scatter представили функции, которые находятся в разработке, и их выпуск запланирован на последующие версии. Компания Digital Domain представила Masquerade 2.0 для захвата лица. Masquerade — это инструмент, который использует данные о движении лица с четырех налобных камер, прикрепленных к каркасу, и преобразует их в трехмерные данные высокого разрешения для создания персонажей компьютерной графики. Используя машинное обучение, Masquerade был обучен улавливать движения на лице актера. Masquerade 2.0 получил новые инструменты, улучшающие детализацию сканирования, а также произвели оптимизацию для ускорения рабочих процессов. В студии Digital Domain были отсняты такие фильмы, как «Книга джунглей», «Отряд самоубийц», «Дивергент», «Малефицента» и некоторые другие. Masquerade доступен для клиентов Digital Domain в качестве полного процесса создания графики, который включает консультации, захваты движения, анимацию и дизайн. Ну, то есть в основном это крупные зарубежные компании. Вышел скрипт Shade LT 2.0 для процедурного текстурирования для Arnold в мае. Программа имеет библиотеку шейдеров, и вся настройка осуществляется на основе проецирования, то есть без использования UV. Стоимость составляет 50 долларов. При покупке получаешь сам скрипт, поддержку и учебное пособие. Скачивай бесплатный набор HDRI изображений с отображением неба с облаками. HDRI в разрешении 4К и в доступе их уже более 50. Ссылочка для скачивания в описании. Подписывайся на телеграм-канал J-Centers, там мы выкладываем интересные новости, не попавшие в выпуск. Спасибо, друзья, за просмотр, ставьте лайк и удачи тебе, мой друг!